Белая блузка, жакет и юбка – это основные элементы формы для первоклассника. Мария Воробьёва признаётся, это лишь малая часть того, что ещё нужно купить, чтобы отправить ребёнка в школу. Однако, по словам девушки, разнообразие формы – это не самое дешёвое удовольствие. Порядка 10 тысяч вышло, если одну блузку считать. То есть, если пять блузок, там, конечно, уже умножаем на количество блузок. Ну вот, если просто смотреть одну форму, как вот мы собрали, то есть это жакет, юбка, блузка, туфли, колготки какие-то. Ну, порядка 10 тысяч вышло. В комплект также добавятся сарафан и брюки на холодную погоду. По данным Росстата, в базовый набор первоклассника входят 9 наименований одежды и обуви для мальчиков и 11 для девочек. В среднем весь гардероб для ребёнка обойдётся родителям приблизительно в 20 тысяч рублей. И траты обоснованы. Специалисты уверены, что единый стиль одежды положительно сказывается на учебном процессе. Мы решили выяснить, как жители Екатеринбурга относятся к вопросу обязательной школьной формы. Ну, в современных реалиях, наверное, скорее нет. Почему? Ну, потому что дети в школьной форме найдут, как самогразится. Помогает, не помогает, но визуально как бы упорядочивает, что не все в разнобой ходят. Вот. Обязательно надо стандарт какой-то вводить к школьной форме. На оборот они будут фокусироваться, как на одеться правильно. Это же всех приструняет. Зачем это надо? Согласно действующему законодательству, школьное руководство не имеет права требовать от родителей приобретения конкретной формы. Но стиль одежды должен быть единым. Я просто очень знаю такие случаи, когда родители обращаются, вот покупаете вот такую-то форму уже для вас разработали у такого-то, там, не знаю, поставщика. Это неправильно, так нельзя делать. А обозначить, например, в нашей школе дресс-код, деловой костюм и вот такая цветовая гамма, возможно, нашивки тут из эмблемы какие-то, да, это очень удобно. Дискуссии по внедрению единой школьной формы длятся еще с прошлого года. А 15 августа 2024 в Госдуме предложили внести закон, согласно которому школьная форма будет выглядеть, как во времена СССР. То есть школьники будут выглядеть примерно так. По-моему, очень даже симпатично. По словам психологов, единая школьная форма способствует сплочению детей и сглаживает конфликты между ними. Но стоит ли возвращаться к фасонам СССР? Сейчас, как я говорю, как мама, я считаю, что форма лучше, конечно, это очень удобно. Дети все одинаковые, никакого нет разделения детей бедный-богатый, хороший-плохой, да, как вот дети все-таки они злые, поэтому в данном случае я считаю, что это была бы неплохая идея, да, нести форму, чтобы она была единой. Тем временем в лицеях и гимназиях региона единая школьная форма обязательно присоединяться или к ним другие учебные заведения покажет время. Полина Кангина и Андрей Поликушин. События ОТВ.